Когда ты задумывал уехать в Молодой Голи? Еще 10 лет назад. 10 лет назад. Да, мечта. Я мечтаю. А вот это покупать. Когда увидел, в авторевью заметил. До Молодой. Такие значимые соревнования, которые ты выигрывал. Ты считаешь, что такие тоже заслуженные? Наши ремонтские трофи, рейды. Которые проводятся. Еще год у нас. По нескольких раз. У нас в Приморье. Ты планировал? Да. Максимум 2 за год. Но первые места на этапе были. Там ухлеза. Да. У нас там и болото, и лес, и горы, камни. Все есть. Ты сейчас в курсе, да? Что мы планируем или думаем в этом году делать вот подразделение «Райнхорст» и проводить соревнования в России. Вот твое мнение. Хорошо. Это очень замечательно, потому что не все могут в Малайзии приехать. Да, знаешь, такой вопрос. Мне кажется, что там российские джипперы могут переживать это. Ну, появится достаточно большим спецучастникам. 20, 30, 70, 100 километров. Целый день каратайни. А вот то, что на «Райнхорсте» это маленькое спецучастник, которое там за 15 минут выкладываешься, оказывается, что для нашего участников этот формат мне очень интересен. Я так думаю, что этот формат не просто так появился. Этот формат появился потому, что тяжелые условия именно в Малайзии. там жара, там просто умрешь. В России можно было бы сделать чуть больше времени ездить или чуть больше спецучастников. Ну, мы так и планировали. Сделать не 6, а минимум 10 недель для того, чтобы было возможно кататься. Да. Это будет, скажем так, может быть даже проще ездить нашим донщинам. Потому что там нужно включать мозги до старта. Там некогда думать во время езды. Там нужно все рассчитать правильно. Да. Если у тебя что-то пошло не по плану, там уже, как говорится, думаешь, подумываешь. А все продумано должно быть до. И продумано должно быть до... Несколько раз. То есть до спецучастник, до того, как первый поехал. Во время того, как ездили в кончик. И до того, как только поехал. Потому что трасса рельеф меняется. Все нужно учитывать. По статистике, или скажем так, официальных источников, ты первый немалаяц, который выиграл эти соревнования. Ну, грусть славы-то отдает или нет? Нет. Всегда я волнуюсь. До гонки, во время гонки у меня очень сильное волнение. Когда я перевернулся, я был в видео. Уже очень красиво. Да. Когда я летел, я думал, что я все прошил. Когда приземлился, и машина завелась, я понял, что у меня есть еще шанс. Да, я потерял лидерство в этот день, но на следующий день наверстал и даже сделал большой приз. Я надеюсь, что, может, найдешь время и доедешь до Rainforest Russia. В этом году мы в Афре сделаем крупные. Надеюсь, что мы будем еще делать и осенью. Так что имейте в виду. Обязательно. Я, как победитель Rainforest 2012, рекомендую всем приехать на наш Rainforest, который будет проводиться у нас. Наконец-то это случилось. Это очень крутая гонка. Я так думаю, что всем понравится. Все смогут испытать себя и свои машины. Приезжайте, не пожалеете.